Приветствую вас, я отвечаю на вопрос в узком смысле, то есть конкретно. Я буду сказать так, что необходимо начинать двигаться. Вот просто двигаться, куда-то добиваться, к чему-то стремиться, что-то делать, куда-то выходить, с кем-то общаться, что-то читать, что-то познавать, дать какое-то движение и так далее. По сути и на самом деле это самая лёгкая, что можно сделать. Потому что что есть понятие общества? Общество в нашей это растительное существо. То есть существование, во-первых, не обусловлено никакой деятельностью, это значит, что вы ничем не занимаетесь, никуда не прикладываете в свой труд, а значит, не задействуете внутренние ресурсы. Это означает, что вы не ведёте никакой познавательной деятельности, не расчираетесь в свой кругозор, не стремитесь, не проявляете себя, не узнаёте себя через контекст других людей и прочее. Это означает, что вы не отыгрываете никаких социальных ролей и не являетесь чем-то, что можно назвать, обособленной системой. И понятно, мы сейчас уже говорим о несколько более сложном проявлении активного существования. Но, тем не менее, давайте постараемся начать с того, что вы просто будете двигаться, просто будете что-то делать. Начать нужно с того, чтобы просто, хотя бы, самое лёгкое, это вот, например, читать то, что вам нравится, хотя бы просто для развлечений. То есть, это означает, что сперва нужно определить, чего бы вы хотели вообще, вот просто чего бы вы хотели. Что бы вам могло понравиться, что бы могло вас как-то заинтересовать и так далее. Дальше постараться двигаться в этом направлении. Далее же, о чём хочется сказать отдельно, это то, что раз вы пришли на наши ресурсы, раз вы задали такой вопрос, то думаю, что у вас уже созрела необходимая мотивационная, так сказать, сфера, поле для того, чтобы начать как-то менять свою жизнь. И, соответственно, если это так, то вы, вам стоит понять, что без усилия, без акта воли у вас мало что получится. Потому что вы привыкли жить так, как вы сейчас живёте. И вам будет несколько сложно переориентировать себя на другой образ жизни, на другой стиль, стиль поведения. Соответственно, этого возможно только с помощью волевой регуляции. Волевая регуляция осуществляется за счёт достаточного количества мотивов, и если мотивов недостаточно, нужно мотивационное поле расширять. И за счёт внимания, которое, если его тоже недостаточно, то необходимо тренировать, собственно говоря, фокусирование внимания, необходимо его развивать, как и любую другую способность. И это, на самом деле, едва ли не самая простоя тренировка внимания, что можно сделать вам вообще ничего не делать. Потому что внимание можно тренировать даже лёжно на диван. То есть вы просто там лежите на спине или на боку, или даже нажимайте. Главное, чтобы у вас были открыты глаза. И выберите какой-то предмет в пределах вашего взора, на который мы бы заострили внимание. Но этот предмет необходимо, чтобы он был обратным. То есть, чтобы не был слойным, например, компьютер, или, там, скажем, не знаю, часы, или, там, например, тюбик с кремом, или что-то ещё. Пусть это будет простой предмет однородный. Например, листок бумаги, например, просто стеклянный стакан, допустим, без воды. И вот на нём постарайтесь заострить своё внимание так, чтобы удерживать его в течение хотя бы, ну, 5 минут. Вы удивитесь, насколько это сложно, не позволять никаким другим мыслям посещать вас во время вот этого вот фокусированного внимания. Вот это сделается, и, хорошо, сделали, отдохнули, и продолжили. Так на этот раз побольше. Уже не 10 минут, да, сканем 15 минут. Вот так начните, скажем, до полчаса. Полчаса достаточно, в принципе. Далее переходим на более сложный пример. Например, пусть это будет тот же стакан с водой. То есть, если раньше это был стакан без воды, то сейчас будет стакан с водой. Тут постарайтесь опять 10 минут думать только о стакане с водой. Казалось бы, но всё то же самое, только в стакане появилась вода, скажите, вода, но вода – это целый пучок, это целый источник, целый комплекс мыслей и ассоциаций. Вода – это влага, вода – это ванна, душ и прочее. А это всё мысли, которые нельзя опускать в ваше сознание, когда вы будете концентрировать своё внимание на стакане в воду. И вот так он вытекан и сконцентрировать своё внимание. Таким образом, вы тренируете свою волю. И вам будет проще, легче начать что-то делать именно благодаря силе воли. На самом деле, на этом я бы хотел сейчас закончить, потому что этого, мне кажется, вам будет достаточно пока. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok